ребят всем приветики что соскучились по нам что ли хотели в шторку поиску прикрою в кладовку всем хороший девочка прекрасно строится сегодня начинаем еще вот такой вот сундук у нас есть это в общем терапия сейчас мы на велики катаемся каждый я катю буду мучить теперь теперь его крючки будут мучить еще больше когда занимаешься долго или стоишь или на велике потом крючки так мучить она сейчас это кальций и разводила на так с удовольствием пила так здесь у нас чё наушники это очки на эродоктор называть были наверно были включены там музыка релакс природа водопад речка шум птички ничьки вообще лучше это лежа делать а катя я хочу сидя так здесь у нас прям для рассеянных склероз специально программ где программу с а3 это надо утром и обед и вечером делать так это у нас считается утро батарейки сел села батарейка где-то они меня новые я их купил а где фиксинат а а вы здесь вообще 2 Вот зараза, ну ладно, завтра мы поедем анализом, анализа сдавать, заодно и купим батареечку. Бывает и такое. Больше не зуби меня, больше не зуби меня. Бывает это, как её. Не выключишь их очки, что очки, что наушники, они быстро садятся. Наушники-то заряжаются, они хорошие. А эту батарейку надо. Так сильно не буду затягивать. Ладно, я сейчас полазу и поищу, где-то батарейка-то есть. Снимай, снимай наушники. Посиди, посиди. Не хочешь? Не надо. У них спать хорошо. Угу. Так, всё, откладывается всё на завтрак. Так, с наушнички сюда, очки сюда, чтоб пошло не так. Танцы, танцы, танцы. И сводит музыка с ума. И девочка-демон. И девочка-демон, это Катька, и мальчика-руси. Я не говорил, что-то. Ха-ха-ха-ха. Ой, уже сколько нужно сукать. Три штуки нашлись. Кто-нибудь маленьких, кто-то три вот сразу. Да. Парни, пойдём. Парни, пойдём, подпишись. Парни, девочки, дни. Так, вот этой барахолке надо полазать. А вот, любимый. Блин, надо было достать эту батарейку, чтоб завтра знать какую купить. О, я знаю где. Скорее всего в шутке или в барсетке. Сейчас полазим. Да. А мы покупали-то одну из пакетов. А мы для очков разу покупали. Не то, что мы для чего-то другого. Кто помнит, сколько я всю эту барсетку проходил, да, Кать? Да. Мы начинали тогда блок вести, а с ней всё походило. О, билетики, наверное, даже выигрышные. Может, разбогатеем? Ага. Ага. Белые-то. Батарейка как тут есть, наверное. Это сигнализация, которая никогда не работала. На ВАЗах сигнализация брёвки просто так, они продаются. О, вот это. О, тут чуть много их. Эй, Юль. На блатуй. Ха-ха-ха-ха. Костя, что ищут? Батарейки всё, нашёл на очки. Добрый вечер, грибочки. Всем приветик-приветики. Привет, грибочки. Хорошее настроение вам, Катюша. Максимум пользы получил. Сын проводил в школу уборки. Сделал, вот нужно перец вышровать сделать. А так что, неохота. Плов. Твой костя огонь. Ой, ребята. Я вас справлюсь, спите спокойно. Это, ну, вообще плов получился. Вот такой, вообще обалденный. Спокойно живёте. Чё, какая беспокойная зашла? Тебе какой интерес, как мы живём? Здрасьте. Приветики любим, Костя Катя. Здоровья вам и бодрости духа. Спасибо. Добрый день, грибочки. Здрасьте, здрасьте. Угу. Так, ай, момент. Сейчас попробуем наладить очки. Угу. Сейчас мы наладим, ребята. А сейчас розыгрыш на одного миллиона рублей. Ага. Хоп, а это очки тоже. Урабо. Ха-ха-ха-ха. Все цент дали. Всё, разбираем. Это очки, наверное, доктор. Ага. Ну, специально. Ну, вообще в терапию входят они. Даже в стационарах или где-то мы для дома вот покупали. Это спасибо подписчикам, конечно, они покупали. Ага. Ими вот надо два раза в год заниматься. Можно и почаще, но не нужно. Как и алмак, в общем. Добрый день. Ага, слюнки потекли. Блин, плов-то вообще, да? Ну, Катя не пробовала, ребята. Получился на славу, честно говорю. Хоть я накидал туда, хоть и с фаршем вон. Ну, пускай каша будет, но такая вкусная. Прям, как настоящий вот плов. Я ел когда, прям ну не... Катя, да что ж такое? Как можно быть такой красивой? Маленькой спасу нет. Ха-ха-ха. Катя красотка. Костя, привет, сделай меня модератором. Так, сделай модератором. Подтвердить. Катюха. Все, базара нет, ты главная. Я смотрю, как это складки такие. Не газила. Вот так ровненько, нормально. Буфера поправь. Костя. Так, все, ребят, сейчас я батареечки скину, поставлю новые. Газан не газила. Я запасливаю, у меня всегда про запасы. Только где запас не всегда найдешь. Где лежит этот запас не всегда найдешь. Вот эти две, это наверное использованные, я думаю. Я еще попробую. Все, пошла жара. Все, еще две новеньких останется батареечки. Может это старые, но еще работает в общем. Добьем их если что. А может и новые, фиг его знает. Все, собираем. Газан не газила. Давай, тогда давай. Так, привет, привет, мои грибочки. Здрасьте, здрасьте вам. Как у вас дела там? Ой, я сегодня в морозилке-то лазил. Сало нашел, кусок вкусный. Я достал, Катя. А еще вчера же я свеклу сделал с чесноком. Катя пока есть... Ну, не совсем он сделал. А кто? А, ну Егор катер, да. Егор катер, да. Я ему все подготовил, он потер, а я перемешал. Все, вместе делали. Я первую приказала. Ну ладно. Так, ребят, все, на секунду мы Кате сейчас отправим заниматься. С вами будем болтать. Вот как одевать-то? А, Костя, тут нет ничего. Красивее, смазу нет. Ничего нету. Есть. Да смотри. Посмотри. Посмотри. Посмотрю, смотрю. Нет ничего. Только сейчас было, а потом нету. Нет. Значит батарейки все еще будем ставить новенькие. Добрый день, добрый, добрый. Так, Костя, я тебе на страшном обиде, я сегодня обожрался блинов, а все из-за вчерашнего эфира с оладушками на ночь. Ха-ха-ха. Алекс, главное, чтоб на пользу пошло, друг мой. Когда есть желание, и аппетит тем более, хуже не будет, золотой мой. Принимай это, как его называют. Тяжесть в животе за кайф такой. О, как хорошо. Тебе полежим и пузо чеши, и все будет нормально. Так, все, батарейки оказались хреновые. Вставляем новые. Ты только убери, чтобы потом не забыть, какие покупать. Я есть мой генерал. Так и сделаю. С ума губ твоих кусаться, тело я сама. Танцы, танцы, танцы. Ну, нет, музыка с ума. Чуть кирп ногами не поставил. Это новенький, должен сейчас шептать. Куда ты включилась-то сразу? Покури маленько. Ну, где там музыка? Да. Так, вот. Костя и Катя на море были в Геленджике? Были, были. А как же? Кто? Катя, ты сильно-то не бушуй там. Тут сейчас поувольняешь, тут все. Потом будут тебе писать, за что у меня укикнули. Все, готово. Видите очки? Тут огни мерцают, в общем. В импульс, в общем, делает в этом. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Все, тихо. Надо каждый день только 10 дней хотя бы поделать. Три раза в день. Три программы. Все. Будем делать. Завтра начинаем анализы, анализы сдавать. Сейчас нашему врачу позвонили. Она сказала, все, нам направление даст. Если на витамин Д не сделают, то платно будем доделывать. Будем все глядеть. Привет-приветики. Девушка, увенитесь уже. Ненавидим вас. Катя, ты что ее не выкинула еще что-ли? Привет-приветики. Все под контролем ушло. Привет-привет, друзья. Полный игнор этой мерзости. Совершенно с вами согласен. По-другому никак не назвать. Ага. Совершенно с вами согласен. И снова танцы, танцы, танцы. Это что это? Сегодня как ее? Блин, ребята, плов-то. Правда он получился знатным. Знатным. У меня никогда не получалось. Красно. Сегодня прям... Сейчас похвалюсь вам еще раз. Открою. Мультиварки. Смотрите, какой насыщенный цвет. Изюм, изюм, чеснок. Все здесь есть. Приправа для плова. Вообще балдежный. Просто наискуснейший. А сверху кофейком запил. Катя попозже. Она... Я только сейчас есть не буду. Я только сейчас есть не буду. А вчера это мясо я дожарил по-французски. Помидорки накормил ее ночером. Костя Катя после моря себя чувствует. Хорошо, Собушка. Хорошо. Дорога только была плохо. Потом у тебя три в себя приходили. Ага. Это наверное с Украины. Ну откуда же еще, да? Кто же еще нас может ненавидеть? Ну нормальные же люди все адекватные. Танцы, танцы, танцы. Что еще рассказать? Так. Котов накормился. Стирать надо неохота. Ну ее нафиг. Так. Вот программа надо подглядеть какую. 1-9. 1-9. Привет. Доброе утро, добрые люди. Приветики. Пистолетики из Польши. Ой, здрасте, здрасте. Привет, приветики. Алиона. Это вас так звать Алиона? Это по нашему Алиону что ли? Деловая колбаса сидит. Смотрите. Красивая такая, да? Ого, не чешная такая. Танцы, танцы, танцы. И сводит музыка с ума. Так, надо дверь в кладовку закрыть. Что там так красиво? За караул. Кто там так топит? Это я. Ты че такая красивая? Танцы, танцы. Доброе утро. Добрый день. Привет вам с Краснодара. Здоровья вам, мои хорошие. Привет, приветики. Спасибо, ребята. Спасибо. За Алина. Катюшка как летчик. Летчик-космонавт. Доброе утро, Григорь. Очень хорошего дня и настроения. Спасибо. Я сегодня что-то рано встал. Это готовил, готовил, убирал. А сейчас спать захотелось. Сейчас Катя позанимается, а я ляжу маленько отдохну. Доброе утро, Григорь. Очень хорошего дня и настроения. За Алина. Катя музыка. Релакс музыка. Там водопады, ручейки, птички поют. Вот такие. Как это? Я раньше, помните, рассылал всем, кто это просил? Релакс музыка, засыпаешь под которую. Лечебная музыка. Ося, стоп. Она обалденная. Все, сейчас еще одна программка. Так, добрые наши любишки. Вот и я попал на эфир. Здрасте, здрасте. Здрасте. Как вы там? Как ваши дела? Хорошо. Хорошо, Светочка. Светочка, что ты сегодня писал? Мне так понравилось. То ли фраза, то ли что. Блин, забыл уже. Угу. Доброе утро, ребята. Костеньки, что дает эту процедуру? Первый раз вижу. Это очки нейродоктора называются. Почитайте в интернете. Ну, новые технологии. Типа, знаете, как физиотерапия. И она считается физиотерапией. Там импульсы. Тинц, тинц, тинц. 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 Терезги в глаза. И это как его. И музыка. Релакс. В это верить надо вообще. Как кабыли. Их в стационарах это делают. Применяют эти штуки. И на дому. В стационарах есть такие комплексные аппараты. Типа, как КТ, МТ. Вот эти здоровые такие. А есть такие вот домашние. Угу. Да все надо делать, ребят. Помаленьку. Так. А у нас сегодня годовщина свадьбы. Семь лет. Ольга. Поздравляем с годовщиной свадьбы. Фейерверт. Тю-тю-тю-тю-тю. Счастья вам. Здоровья, любви. И взаимопонимания. Не уступайте друг другу. И доверяйте. Это самое главное. Добрый день от Софии и Давида. Софии и Давидов. Приветики. Костя, у меня... А, все. Все? Не-не, нормально. Наушники замолчали. Ага. Они просто маленькие. Там бывает так. Катя серьезная в очках. Ага. Ага. Пускай. Надо вообще лежать, Катя. Это такая... Расслабляться и валяться. Ага. А я хочу деру нов нажарить. А теперь не хочется. Это... Чего такое... Это... Катюх? Драники типа чего-нибудь. А что такое дерьмо? Точно, наверное, доктор. Ты же рассказывал уже. Блин, у меня памяти вообще нет. Ага. Катя делала рисунок на руку. Какую на море? Делала, делала. Розочка. Вон она. Видно же ее. Так. Привет, приветики. Точно. Если люди адекватные, они понимают, почему он крыльцы ненавидят. Они же не нападали. Не бомбили. А России стреляли. И города и села. Люди земли. Они вынуждены были бежать из войны грозить. Понять можно? Ну, это же ваша только точка зрения же. Понимаете? Вы же не хотите слышать, что 8 лет вы там Донбасс бомбили? Нет. Вы же это вычеркнули. Как бы не считается как будто. Поэтому у вас там все просто. У вас своя точка зрения. Так. Драники. Ага. Драники, да. А тереть не хочу. Жаль целиком. Так. Так. А Костя, как научиться уступать друг другу? Не получается. А надо. Да. И вообще историю не надо забывать. Да. Россия никогда ни на кого не нападала. Всегда только защищалась. И везде миротворцами выступала. Да. Это вы красивой жизни захотели. Так. Привет. Доброе утро. Я только проснулся. Муж в 7 утра на работу ушел. А мне антидепрессанты прописали. Звонит 12. Потерял меня. А я дрыхнул. Ха-ха-ха. Это хорошо. Сон лучше лекарства, говорят. Драники. Угу. Привет, Костя. Тебе надо уже давно присвоить 6-й разряд повара. Седьмой уж пора. Угу. Катька, Катька, ты там следи, пожалуйста. Кто за политику пишет, сразу в бан отправляй. Ладно? Сразу. Прям не думай, не разбанивай. Только чуть-чуть написал. На хуй, улетел. Ой, простите. Так. Все, моя? Да. Надо было вас снять еще. А кто? А кто? А кто? А кто? А кто? А кто? Привет, привет. Доброе утро, Кость, Катя. Здрасьте, здрасьте. Катя как агент 007 в этих очках. Эй, агент, сюда иди. Хе-хе. Еще барсетку ей дать вот. А-ля 90-е. Ха-ха-ха. Я не я, кожа не моя. Че на тур? Понаехали. Хе-хе. Привет. Окей, босс. Ага, спасибо. Кость, сегодня у меня 13 лет. Как я на работу поступила работа. Поступила работа. Можно от вас ваш фирменный салют. Софья, да какой это праздник? Ну, какой это праздник? Агент. Господи, 13 лет если на пенсии, вот это праздник там. И пенсия 1100, наверное. А работа, какая работа это? Тьфу, блин. Нельзя так говорить. Ни на одной работе не работал, чтобы прям можно было восхищаться. Ну, для тебя фейерверк. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Ага, какой праздник. 13 лет на работе. Господи. Я такого еще никогда не слыхал, чтобы считали когда-то. Я понимаю, там еще 2 года до пенсии осталось. Может, привет кто какой. Софья, ты что с ума, Саша? Какой праздник, блин. Привет, привет. Как плево, когда на одном месте работал. Не, ну может, если бизнес свой открыл. Да, там 13 лет моему бизнесу. Поднялись вот с низов до вершин каких. Ой, молодец. Ах, какая работа. Не знаю, мне кажется, если бы завод не закрылся, стоять. Работал я на этих металлах. Черный как черт все время. Грязный. Сидишь на работе, думаешь где денег заработать. Господи. Ой, праздник. Год отработал. Давай деньги пропьем все. Давайте. Не могу такой праздник. Это не праздник. Нет. Никогда не соглашусь. Меня не переубедит никто. А я тебя переубедаю маленько. Так мне чего, сколько я за тобой ухожу? Праздновать это будем? Не, не, не. Костя вчера исключила данное видео, что вы готовили в маленькой форме духовки. Костя вчера искала давнее видео, что вы готовили в маленькой форме духовки. Не могла найти. Да где же ты сейчас найдешь, Наташа? Там, мне кажется, в телеграме или здесь? А, если здесь, то где-нибудь есть. Какое-нибудь, что нравится, а я с чего не готовлю. Я тоже не помню. Бежать надо всем. Пока-пока. Целушки обнимаешь. Куда это бежать? Это дело, говорит, у меня модератором и сматывается. Это что такое? Ага. Некоторые любят работу свою. Так-то тоже бывает. Костя, ты че? Да-да. Да, Кать, отстань. Любого спроси, кто радостный на работе. Я не могу. Ну, я вот радовала. Сказать не работал клево. Давайте проведем опрос, кто доволен своей работой. Я была. Кто доволен своей зарплатой. Зарплаты не всегда. Ты довольна была, что муж от тебя ушел и ты устроилась на работу. Наконец-то у тебя деньги прилили. А до этого я в садике работала, мне тоже очень нравилось. Да, Кать, ты вредная вообще отстань. Не-не-не-не-не. Это ты в том уж такого ребенка. Костя, у меня в один остался до пенсии официально. Костя, у меня один день до пенсии. Вот это вот можно уже. Это уже салют, с шампанским надо. Это уже по-любому. Правильно Костя говорит, что за праздник, когда работа в 13 летаха. Грибочка, привет. Юлька, приветики. Костя, я в 40 лет скорой помощи бежала оттуда. Пятки в жопе прилипали. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Вот это, это простая человеческая позиция. Все, любого человека, да. Чтоб работа нравилась. Я не знаю, ну там 1 миллион надо получать. И чтоб просто сидел в носу, ковырял, мне кажется. И доширак заказывался. Это не работа. Это вог какой-нибудь. И чтоб, да, вот это будет нравиться. А так, чтобы сидишь где денег, кредит, медит, приставы, суды, как жить? Чего? Что за испытание всю жизнь такое? И ничего нет, никаких радостей. Кто на яхтах, что ли, катается? Или что, на море себе позволит? Захотел вот, ой, что-то скучно, поеду за границу. Ну, такого же нету, нет? Правильно? Тут думаешь, сегодня хлеб вчерашний доесть или за свежим сходить? Ну, какая работа, блин? Никто, вот это точно, Юлька, беги от МТС. Будет ваша, да, очень красивая и добрая. Согласен, да. Излишку даже бывает добренькой очень. Ну, потому что он не прав в этом случае, я считаю. Да прав. Мы сейчас проверим, Кать, где плюсы и минусы, уже все заменят вот так. Стоять, смотри, но люди разные. Бывают такие, которым нравится работать. Да это очень мало таких, хватит. Ну, вот мне нравилось в садике работать, мне нравилось в пивнойке работать. Везде плюсы были, и все клево было, и все хорошие и добрые. Нет, Кать, ты образно, может быть, тебе эта жизнь вообще нравилась, как этот человек, когда хороший ему это, он во всем видит хорошее, понимаешь? Ну, ты недовольна была ни зарплатой, ни начальниками. Все, начальник у меня хороший будет. Все, я не могу, я сейчас выгоню ее из дома. Да, да, вот, а видите, как он злится? Потому что не прав. Я недовольна ни работой, ни зарплатой. Поняла? Ну, это кто-то, а я была довольна. Тогда я вас поздравляю с прошедшим днем свадьбы, а то я вас тоже поздравил, вы, наверное, не видели. Целушки внимания. А у нас что, свадьба была? Да, была. Так, два правды, скучать по работе, это не... Конечно. Привет, Золотый, как вы, прекрасно смотрю на вас, красиво. Ну, люди-то разные же. Привет, Кумертау, приветики. Мне нравится и зарплата разная, любой зарада. Приветики. Я бы с удовольствием сейчас тоже пошел бы на работу вот так. Ну, вот видите. У нас-то это, ну, видишь, Катя, у нас ситуация какая, я сколько за тобой гляжу, гляжу. Ну, хочется. Одно и то же, ту, 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 ту. Это хорошо, вот подписчики, где на море отправят, где деньги пришлет, мы в кафешку съездим. А так ты с ума сойдешь. А так бы я сейчас сел на газель и Краснодар на море искупался, назад, на север, на север сгонял куда-нибудь. Вот обратно, Самара, Воронеж. Подожди, стоять. Девчата пишут, Кость, ты где едешь? Я тут, я, мои хорошие. Смотри, нет, стоять, смотри. Я с тобой. Я с тобой. Вот так да, а так ага, нет. Так, Кошина правильно говорит. Да нет, это вы только одна так думаете, вместе с ней, ага. Сговорились, сейчас подмигнулись. Мне нравится своя работа, я на работу иду, как на праздник. Вот видишь, есть же люди. Молодец, Алёнка. Это клёпко. Ну, Алёнка что-нибудь, она там, наверное, духи нюхает что-нибудь или вино пробует. Это сто процентов что-нибудь такое. Право, ага. А я очень люблю свою работу, а сейчас бы в припрыжку побежала бы, но, да, вот, но мешать. Скучать по работе, это прям какая-то патология, отклонение от нормы. Вы, блин, до Дагестана, у нас в Махачкале. Вы были? Нет, не были, ребят. Ты прав, сто процентов, Костя, уходишь за копейки только, чтобы выжить. Но ещё не рва трёпка этой работе. Конечно. Не рва трёпка. Вы на фербе когда-нибудь работали? Клёво, а какие имена? Клёво, клёво, ага, с коровами разговаривают, клёво, я не могу. Я люблю свою работу, люблю, благодаря счастливых пациентов, испытываю чистую радость, хотя оплачивается так себе. Даже бывает, плачу, когда умирают тяжёлые пациенты, это часть работы. Как вспомню, работа в Евросетиде, у нас часов на огах паразиты, убрали стулья и стоя всё время. Первый января, учёт было, выходных вызывали и без ног, ого. Как у нас в охране? Табуретка с одной ножкой, ага, и восемнадцать часов в Берцах, и по охрану жара, тридцать градус, не тридцать пять. В Берцах в форме, в рубахе, в галстуке, и в чёрном пиджаке вот этом вот ходишь, как дурак. Ты там вообще никому нахрен не нужен, но ты всё равно ходишь, как будто ты здесь пуп земли какой. Не могу вообще, не на веру. Я люблю свою работу, работа процедурная, медсестра, у нас зарплата, конечно, небольшая, зато людям помогаю. Да, потому что, наверное, шоколадки тебе дарят, я знаю. Мы всегда медсёстрам шоколадки дарим. Кость, ты прав на сестру, работа, работа, зарплата, копеечка. У меня тридцать пять лет стаж, я взглянул и заплакал. Если бы были достойны зарплаты, все бы удовольствием бежали на работу. Ну, конечно. Не, просто это, люди сейчас говорят, что любят работу, потому что это уже нравится, уже это, привыкли, другого нет варианта, наверное. А так это, какие-то рамки кто-то себе, наверное, поставил. Вот я бы, это, хотя у меня тоже рамки какие-то, наверное, были всегда. Потому что это, кто-то, наверное, себя недооценивает, может быть, кто-то был, мог бы больше бы, а возможностей нет никаких. Поэтому приходится терпеть зарплаты. 15 тысяч. Работать, зарплаты, совсем разные вещи. Просто люби, ты вот любишь же ковыряться с металлом. Металлоломе я любил, да, работать. Ну, там всегда, потому что левый доход был, деньги. Ну, не важно, дело не в день, дело даже, тебе нравится, даже дома ты можешь ковыряться, тебе нравится это. Добрый день, Золотушки. Я не скучаю по работе, ни в отпуске, ни в больничном. Да не, работа говно. Кисатина, какая у вас сегодня зарплата в городе? В нашем время 100 тысяч, у нас семью уже мало. У нас такой и нет, наверное, где-то. 100 тысяч, я не знаю, какая зарплата у нас сейчас. Кто сейчас сколько получает, я фиг знает, даже не знаю. Я вот на ферме работал, получал 12 тысяч, 18, вот так. А работа там была, каторга. Сейчас, если где, грузчикам, охранникам, тысяч 30-40, наверное. Работа в вертолётном заводе. А, это хорошее дело. Еще начальник, наверное, бумажки, какие подписываешь. Маме. Приветки с Беларуси, Кость, ты прав, а мы тоже в отпуске. Добрый день, хорошего вам дня и дай бог здоровья. Привет из Англии и от дочки Ева. Приветики. Ты много кому нравится, правда, ты, а может, и не прав, маленько. Где-то есть кому-то, что-то. Маленько. Потому что, может, кто-то учился, может, сидеть тоже, да, это нехорошо. Надо что-то делать. Конечно. А что делать, интересно? Деньги вот считать хорошо, наверное, казначейство. Кость, смотри, работа, тебе вот нравится же ковыряться в металлах. Ну, маленько мне нравилось, и не все. Ну, не маленько, нравится, ты бы и сейчас ковырялся, если бы со мной не сидел. Я сто процентов уверена. Я поняла, кто любит свою работу, это медики. Я прям скучаю. Ну, если ты хороший человек, то это да. Потому что у врачей много, а людей-то не очень получается как-то так. Понимаете? Есть такой врач хорошенький, который посидит, поговорит, улыбнется тебе. А есть такой, который сразу говорит, иди домой, лечись, все. Это значит, что у вас сердце доброе. Огромный привет, Дальний Восток. Привет, приветики. Так, а я люблю ходить на работу. У меня вторая группа онкология, а дома я скажу, с ума мысли дают. Вот так тоже согласен, да. Потому что это скучно дома, с ума сойдешь, а на работе развеешься, погулять. Костя, я люблю свою работу, про работу 43 года ушла, потому что многие сократили объем работы, троих уложили на одну. Они согласны работать за троих, за одну зарплату. Все упирается в зарплату, я всегда так говорю. Работа любимая, все равно есть, люди любят работу. А у меня тоже. Не все, конечно. Я тоже люблю свою работу. Вот, а почему? Я тоже. У меня отпуска нет почему-то. Ну, зато ты любишь же свою работу. Люблю. Зарплаты не устраивают меня так. Ты видал, какая у тебя... Ты чё? Вообще никакая. Да у тебя какая красивая работа. Ой, красотуля. Пенсия вообще ни зарплаты не зависит. У меня зарплата была очень высокая, а пенсия по инвалиду. Обнять и плакать. Это точно. У меня мама на ферме проработала 42 года на одном предприятии. Предприятие, блин, ферма. И это... Такой адский труд. У них ещё телеги-то, колёса без подшипников раньше же были. Вот они работали... 42 года собралась это в колхоз, в кафе пригласили отмечать там вот эти все дела. Да, на пенсию уходить. Это поехала в гусь, прическу, платье, все дела, 7 тысяч потратила. И грамоту подарили. И постельное бельё, да? Ага. И пенсии 400 рублей добавили. Вот так. Как вы думаете, нравилась ей работа на ферме работать? Я не знаю. Привет. Много зависит от начальства и от коллектива. Да. Доброе утро, мои хорошие, добрые. Грибочек, привет, с пульском. Всё опирается. Не, правда, мне нравилось. Вы знаете, где нравилось? В металлоломе. Я 8 лет на чёрных цветных металлах проработал. Мне очень нравилось. О, это было интересно. Резать металл, что-то разбирать, там ковыряться. Всё время рассказывал мне, какую железочку нашёл, какую там подковырнула, как это появилось. Всё это люди любят работу. Из гореты я приходил, да, Катя? Но люди любят работу. То, что зарплату не любят, это совсем разные вещи. Так, Грибочек, привет, с Муринской области. Привет, привет, Наташечка. А я работаю в магазине «Золото». Моя работа смотреть сериалы. Но, честно, тошнит. Крутая работа. У меня есть диплом банковского дела работы продавцом. Я так люблю свою работу. Тоже хорошо. Блин, там сумма, мне кажется, идёт в банке, да, сиди всё время, что-то печатать, пересылай, отсылай. Не покурить, не заварить. Хани, чё там. Ты, внухи, когда работал, мне очень нравилось. Пускай, тяжело там было. То-то с 7 до 11 работали. А чё, прибухивали, наверное, там, с подружкой. Нет, ну я не... Ну, ты зачем так говоришь? Нет. Ну, прекращай... Ну, не, пил, янтарная пила. Было разочек, там, два. А так это... Нет, Костя. Мне нравилось, мне нравилось то, что народ приходит. Болтаешь с ними, с кем-то объясняешь чё-то. У каждого свои истории. И всё это было интересно и здорово. Так же и в садике. Дети, знаешь, сколько историй рассказывают? Знаешь, всё, как интересно за ним смотреть. Кто умеет прыгать, кто умеет танцевать, кто стихи рассказывать. Знаешь, как здорово и интересно всё. Мало того, что отпуска нет, тебе даже и зарплату не платят. 1200 у меня, как ещё, вот, торгоров выписал тогда. Как не было, ты чё? Я люблю свою работу, я приду даже в субботу. Мне очень нравится моя работа по специальности. Но если в коллективе появилась связь, то уже начинается думать, как она, кой, нервы свои тратить. Лен, ты хорошо написала. Я люблю свою работу, я приду даже в субботу. Мне очень нравится моя работа. Да, привет, привет. Кого как отра? Ботал человек 40 лет, да ещё и в каких условиях в ответ хер? Я твой сювелиру. А никто не обещает, да, сейчас, что ты всю жизнь трудился, трудился, а на пенсии тебе благодать будет. Не, хрен ли, с два. Я в рейс хожу, рыбку перерабатываю, филе, минтайку, шейте. В рейс хожу, рыбку перерабатываю. Молодецик. Это тебе говорит спасибо, когда мы консервы едим? Ага, молодец. Так, куда... Ну, это мы не спрашивали, куда ты ходишь. Ты говори, нравится тебе работа и устраивает ли тебя зарплату. Вот что. Нет, мы про зарплату вообще не было такого намёка. Это ты уже... Так начинается от чего, нравится или не нравится? От выхлопа, конечно. Нет. Да, конечно, как? Зачем я буду ходить вот за пять копеек туда? Дравится или не нравится? Хорошая работа это где? Сторож. Тебе не нравится работа. Ты пришёл, у тебя чекушечка, пачка сигарет, кофе, мофе. Никто тебя не беспокоит, двери, замки закрыл. И всё. Чтоб белого света ночью не видеть. Всё, лёг, поспал, проснулся, покурил. Вот это работа хорошая, тем более на пенсии, если, правильно? Чтоб никто тебя не доставал. Угу. Всё, драка врача? Я сейчас, да, я сейчас забью его. Люди разные, кому-то нравится. А мне вот не нравится с торжем, я любила в детском садике работать. И внухи. Это было клёво, интересно. А как в парикмахерке девчонки работают? Сколько историй у них бывает? Сколько всего? Тяжело. Парикмахер это вторая мать, и фея всё рассказываешь. У тебя секреты. Кто-то пилит на работу, а у Кости всегда суббота. Ой, суббота, да, у Кости. Костя говорит, шоколадки носят, а у нас не принято в Норвегии благодарить. За пять лет одну коробку к Рафаэлу, и только потому, что семья чеченская. И там вопрос, ухаживают ли нас, пришлось взять, а так не-не. Почему тогда? Ведь же человек от сердца хочет делать подарок, не принято, чтобы отказываться. Ну, зачем такой парикмахер у вас там? Надо что-то менять, подарочек, надо принимать обязательно шоколадочку. Мы всегда медсестрам, уборщицам всегда давали шоколадочку, конфеточки. Это же людям же приятно. А тем более, вы же знаете, как... В Норвегии не знаю, как у вас там зарплата, а у нас-то они, наверное, тысяч семь получают уборщицы. А то и четыре, наверное. Ну, вон, мужики, сколько на заправке работают, семь-восемь тысяч у них зарплата. А вы как тут так? Может, пенсии уже не будет, когда пойдем на нее? Или нас уже не будет? Нет, у меня с работой не пойдешь в рейс по полгода. Ну, вот это хорошая работа. Зато ты в море, всегда в океане плаваешь, рыбу сколько хочешь есть. Пивка берешь с собой? Берешь чай. Привет, пивка. Ну, тоже на полгода какой. А если еще жената, считай, мужа полгода не видеть. Любовь на расстоянии сильней. Приехал, соскучился. Ммм, сумка рыбы с собой, вообще краб. Я раньше в охране работал. У меня вахты было две недели, две работаешь, две отдыхаешь. Две, а денег надо было это. Ну, что, у нас только долги с Катей были, когда начали таракана, обои. Не было. Работали две недели, потом оставался нам месяц, потом уже полтора месяца. Соскучимся, по телефону болтаем. Вот так жили. Вот так. Вот, вот, Катя права, мы про работу говорили, а не про зарплату. У меня не важно была зарплата, главный процесс. Правильно. Ну, стахановцы, да, нашлись, конечно. За идею мы, за идею. Как и завещал великий Ленин, блин. Ага. Не, не обманывайте, ни себя, ни меня не обманывайте. Что значит, мне это зарплата не нравится. Ага. Зарплата мне нравится многих. Не знаю, что я работаю. Еще и лишат. Добрый мой, я вас обожаю, вы прелестный. Ну, давайте поспорим маленько. Наверное, нравится зарплата, у меня хорошие пенсии тоже. Вот, видишь? Вот. Все зависит от этого. Если есть хорошая зарплата, то ты будешь с душой работать, отдаваться целиком и полностью. Ты знаешь, за что. А когда ты работаешь за 15, за 12 тысяч, то какая туда работа. Тут сидишь, думаешь, где денег заработать. Побольше покурить, сходить посидеть. Мне кажется, что и со временем у большинства будет минималка пенсии, потому что сейчас редко кто на официалке. Со временем, я думаю, пенсию отменят скоро. Как все остальное. Как бесплатная учеба, медицина и все остальное. Костя Чичич, а то сейчас всех охранников будут проверять. Не, я про сторожей говорил, которые на пенсии. У них хорошая работа. Костя, кстати, как у вас группа крови? Да хватит вам какая, откуда же мы знаем. Не, в охране тяжелой была работа. Я в Москве работал на стройке очень. А у нас еще шеф такой Владимирович был злой. Ну, не дай бог, где поспишь или что-нибудь там. Не злой, а правильный. Ну, он молодец, конечно. Опять, так нельзя говорить. Вот не злой, а правильный. Мне когда устраивалось, сказали, что должен был, нет денег в голове, а выхлоп для работодателя. Так, привет, приветики. Хорошая зарплата стимулирует, а маленькая зарплата получишь три дня и нет. Какая радость от этого, когда ни на что не хватает. Ага. С мужем на разных судах. Ого. Видишь? Чтобы порядка не воспринимали, подарки не воспринимали, как взятки, продвижение, лечение. Про денежку вообще молча уволит и хорошо, если не посадит. Поэтому работа для души, наверное, у меня душа такая странная. Ну, добрая ты, значит. Ага. Тридцать лет с мужем живем, в море ходим, год дома, год на работе. Клево, да? Море вообще, наверное, клево, да? Ну, я трусил бы, я бы испугалась. А со мной бы? Ну, с тобой-то я ничего не боюсь. Я бы тебя в небо замотал бы. Кость, ты у нас в постоянной работе и отличаешься, не имеешь права. Ведь где такую зарплату еще получишь? Я в шоке, 3200 минут просто издевательного больным человеком. Катя, это над тобой издевательный. Не, у нас вы хорошо есть хоть. Привет-приветики. Сразу 15 килограмм убирает, раз в погоду не видитесь. 15-15 убирает. Если вот не видишься. Это как это. Как его? Блин. Чё, чё, чё? А, это. Сегодня ролик видел. Парень с девушкой сидят, ну, муж и даже женой. Говорит, вот ты сколько? Ты чё сейчас пьешь? Кофе? Сколько стоит? 5 евро. А сколько в день пьешь кружек? 2. Так, это 10 евро. В месяц это 285 евро. В год это 300, там, 3000 евро. Вот если бы ты 10 лет кофе не пила, мы бы плавали на яхте. Она ему говорит, а ты бы кофе пьешь? Он говорит, нет. Ну, и где наша яхта? Правильно, да? Когда тут чё скопят? Меня одно стимулирует, что скорая помощь ушла на полгода. Раньше пенсию дали. И пенсии 22, и выплаты сделали 200 тысяч. Ну, как хорошо. Ну, вы заслуживаете, да. Привет, приветики. Я люблю свою работу. Я приду даже в субботу и, конечно, в воскресенье. Здесь я встречу день рождения. Здесь я встречу все рассветы, все закаты. И привет. От работы дохнут кони. Ну, а я бессмертный понят. Точно. Сколько я Новых годов там встречал, да? Ну, нам давилось, что Новый год я на работе. Потому что у меня 10-го день рождения я приезжал, мы и Новый год праздновали, и день рождения сразу. А то, если Новый год это отмечаешь, ну, как говорят, дома, то 1-го января ехать на работу. Представляете? Салют, Костя, Катя. Привет, приветики. Так, самое странное, что ещё эти 1200 форум целое дело. Чтоб человек не работал, чтоб на пенсии не студент, не ученик. Это вообще, да-да-да. И работать ещё потом нельзя, чтобы Костя пошёл, там, подколымел или ещё что-то. Официально нельзя, иначе это, отберут это 1200. Когда ты в рейсе, тебе на море смотреть некогда, там всегда работаешь. Понятно. Ну, зато укачь, спишь ты вот так, кайфово, там, на волнах. Ну, там, наверное, отработаешь и спать, там. Класс, яхту надо купить. Ага. Ну, это на выплату, вот мне тоже 200 выплатят. На покупке яхта, на игрушечную. На игрушечную, да-да. Я буду давать чай попьём. Хорошая тема у нас, да. Я работаю даже в субботу, в воскресенье. Ты знаешь, у меня даже зима. Да-да-да. Оп. Даже внутри, знаешь, пока море не понесла. Чувак, почему не прав? Ну, что, работу можно любить. Да прекрати, Катя, я тебе говорю, сейчас голосование, сейчас я сделаю историю с процентовкой голосования, что будет... 70% не нравится, кому работать. Ну, это же не значит, что всем нравится. Правильно? Так это не значит, что всем нравится. А я не говорю, что всем нравится. Нет, ты говоришь, что я не прав. Почему? Не прав, что ты утверждаешь, что работа это... Утверждаю. Что им всем не нравится. Да. Больше, в большей степени. Ну, больше не всем. Катя, ну вот не цепляйся к этому маленькому проценту, вот кто в море ходит и всё. Нет, а я тоже люблю работу. И что? Конечно, любишь. Ты сидишь, ничего не делаешь на шее у меня. С января по новому приказу автоматически будут платить себе мануалину, оформлены кто или нет. Не поверю я никогда. Что платить вообще не будут, поверю. Привет, здоровья вам, счастья, благополучия, Божьего благословения. Ага. Спасибо. Привет, Казахстан. Не важно. Хлеб, главное, чтобы было, и всё, и чай сладкий, да, Катя? И проживём. Покажи пять пальцев-то. У меня есть крыша над головой, есть что поесть. Я успела до болезни дочь уродить. У меня обалденный муж, всё у меня хорошо. Так, люблю свою работу, я думаю, хозяйка. Вообще, ну, работа, работа, никто не любит. Ну, есть маленький процент, кто любит работу, это кто доволен зарплатой, кто доволен начальством, может быть, он друг его, вот. Вот, а так, в основном, это, как сказать, как сказать-то. Блин, хотел, мысля хорошая пришла и потерялась. Плохая, значит. Я с ней не совсем согласна. Она всегда со мной не согласна, ребята, не сорт. Катя, отдыхать лучше. Я Горыч. Привет. Правильно, Катюша, умница. Подписываюсь. Егор, ты любишь работу свою? Он не работает, потому что... Плюсик запишите там. Нет, плюсик запишите, что он бездельник. Да прекратить, а на заводе кто работал? А шею сломал, вот, видишь, теперь сейчас сил набирается. А работу не любил свою. Никто не любит. Машка не любит, Лёшка не любит, я вот тебе сразу скажу. А я любила, и что? Ты что там работала-то? Пиво разливала, сама пьяная всё время в этот кабакет. Брешет. Ой, брехло, я не могу, баловал. Я сейчас тебя зовью, ты в курс чайник поставь. Да нет, Катя, я прав, я тебе говорю. Не может работать никому нравится. Это просто жизнь нравится. То, что ты живёшь, вот, ты во всё в красках видишь, в розовых тонах всё, на небо глядишь, вот. Идёшь на работу такой счастливый, довольный. Ну, на работе ты вот такой, быстрее бы, быстрее бы домой свалить, ещё бы на пять минут бы пораньше, чтобы никто не заметил. Всё, и уже с работы опять бежишь счастливый. Она работает в тухлый огурец, всё. Никакая работа не играется. Никакая не в тухлый огурец. Плясали мы с детишками, играли. Было всё интересно и здорово. Так ты вообще не из мира сего, ты чудесная, я не могу, не спорь со мной. Это ты со мной не спорь. Ты меня не переубедишь, я тебя забью. Костя, ты тоже рабочий с любовью. Это каждоднёмный труд. Нет, это жизнь моя. Я выбрал такой образ жизни, понимаешь? Ну, это работа тоже, считай. У нас это, как её, любовь, судьба одна на двоих, можно сказать. Вот, любовь, морковь, это, да. А то, что это, мне знаешь что, не нравится 1200-то. Вообще никак не воспринимаю. Хорошо, а она хоть эти 1200, Кате в пенсию доплачивается. Как бы получается уже побольше там. Ну, мне кажется, ты любишь что-то делать, потому что любишь человека. Не, я всё люблю делать это. И Катя, когда счастлива, улыбается этому, значит, в этом счастье. Понимаете, я счастлива, у нас всё хорошо, значит, всё супер. А так, хобби полно всяких, которые нравятся у людей, у каждого человека. Ну, каждый стремится к лучшему, конечно. И что нравится на работе, нет. Это единица, единица. Вот девочка на море плавает, ей нравится. Там зарплата, я знаю, там хорошая, офигенная. Тем более с мужем на разных судах ещё плавает вообще. Ладно, лодочки печатают. Запомнили, что говорит? Я сейчас его привыкну. Мне зарплата, хорошую работу не люблю. Ты видишь, одни плюсики насыпаются. Никто не любит, даже когда зарплата хорошая. Сидел бы ты дома, и всё, как вот эти, где в Арабских Эмиратах. Там нефть, нефть, они сидят дома, и только на счёт деньги падают. Родился сын? Это никакой не работа. На счёт, 18 лет, квартира-то. Всё, они живут в своей удовольствии. Это совсем другое, Костя, это не работа. Работа, работа. Должна быть зарплата хорошая хотя бы. Вот асфальт они, ребята ложат асфальт. Жара 30-50 градусов. Асфальт горячий, они ложат. Что они деньги получают большие? И миллион надо каждому платить. Чтоб он положил летом асфальт, а зимой отдыхал. Все работают только за зарплату, чтобы было уничтожить. Да, все работают и думают, где денег заработать. Я никогда не соглашусь с качать. А я никогда с ним не соглашусь. Пиво разливать тоже надо уметь. Да. Согласен. Так, привет, прикол пьяной всю жизнь ходить. А сколько из туалет, сколько интересных. Ну, я конечно шучу, ребят. Не, ну всё равно не соглашусь с качать. Да, не, нравилось, мне тоже нравилось. Ну, на металлах, почему нравилось-то это? Я приехал с армией, я сразу работать пошёл. Сразу, первый же день, я ещё домой не поехал. Я грузчиком устроился, научился сам резать металл. Резчиком мне премии всегда давали. Тебе нравилось? Да, мне это нравилось. Почему? Цветнина была вот так. Потому что была зарплата 7 тысяч, её 2003 год. А денег за цветной мы собирали, каждый по мешку взяли в обед, пошли, сдали. По тысячи, по две, по три, каждый день каждому было. Плюс на всю бригаду выпить и поесть в обед. Вот это было интересно в работе. А если бы этого не было ни хрена, и ты бы за 7 тысяч там работал, да на хрена она мне нужна. Я тут на уницветных металлах по 20 тонн грузили, ещё по 100 метров таскать надо было, эти мешки, железки. Да нафиг оно надо. Котя, ну нет, ты всё равно любишь вот эти железки. Я тебя сейчас люблю только, и всё. Я тоже железная леди. Вон, стоять железки разобрать не могу, когда ты с тобой разберёшь. Я же с тобой дальше пройди. По глазу я тебя сейчас лысну. Не потом? Я-то тоже железную люблю. Ты женщину меня уже довела. Работа на второй дом, на работу идёшь с охотой, когда коллектив хороший. Она хочет всегда большую, побольше. Ого. Катя у всех муж классный с юмором. Катя у вас кушает. Я классно, поняла? Я и не отрицаю. Я отрицаю, ребят. Чё повезло? Катя, не злитесь. Да нет, мы так всегда шуткуем, ребят. А если всё серьёзно разговаривает, кому оно интересно будет, правильно? А тут раз пошутили, два пошутили. Вы надо мной, я над вами. И 5% людей работает у этой министра, наверное. Добрый день из Германии. Здрасте, здрасте вам. А я не пью кивку, мне не давают. Не давают, не разрешают. Ничего, у меня вообще из развлечений ничего нет. Нету, только тортик, когда и всё, мне купят. И то, не то не купят. Поглядя на тебя, не стыдно? Нет, а чёрнку перечислик на пальцы. Ужрался. Ужрался. Чё, рису что ли? Нет, я имею в виду пиво, нажрался. Один раз. За 19 лет один раз нас насыпил. Добрый день, Катя чай хочет. Перехочет. Сегодня у меня и выходной. Добрый день, Екатерина, её муж. Добрый день, Изадесса. Здрасте, здрасте. Лена, приветики. Да, просто Костя хочет сказать, что нельзя так говорить на прямом эфире. Ага. Руку с ним. А Катя всех под одну метелку. Молодец, Катя. Всё правильно сел. Ещё лесничество отруга за то, что пять лет очередь ждём на лес. Чу-чу-чу-чу. Сейчас на кухню, Катя рим, я чуя. Чу-чу-чуя, я качуя. Вы молодцы, какие позитивщики. Вы наши так держат. Спасибо большое. Большое спасибо за помощь. За смс-ки хорошие. Так что премию мне сегодня, ребят, как хотите, чтобы скинулись все на премию. Вот сиди и думай, где заработать. Да. Я хоть и люблю свою работу, но, на бога, надейся, а вы не положайте уж, пожалуйста. Эфир сегодня ржачный, да. Они всё очень счастливы потому, что не работают. Да, да. Да, я не могу. Ты очень новой, да? Любишь твою работу? Ой, люблю, да. Я весёл и счастлива потому, что не работаю. Гуля, ну ты с Казановым. Доброе утро, как у вас погодка? Привет, привет, Наташка. У нас солнышко светит. Топленько, наверное, я думаю. Там градусов под 20, наверное. Ой, да. Вот, золотая, вот, золотая. Ой, много насмеялись, я чую. Чё-то Ленка Чижек пишет там. Катя, не ругай, не пей кости. Катя, не лупи меня, пожалуйста, сегодня. Вы просто фантастически, обожаю вас. Спасибо, Софья. Ну вот, ты видишь, про работу завела тему. Какой? 13 лет, говорит, на работе, поздравьте. Поздравляю. Софья, мы тебя поздравляем с работой. Я очень люблю свою работу. В требовании до хрена зарплаты, ни хрена. Как и везде, впрочем, ага, о чём я и говорю. Привет, привет, рад вас видеть. Я люблю, а муж говорит, лучше 100 грамм. Так, как-то так, да. А, пивко я люблю. Пивком, да, организм не обманешь, особенно спортсмены. Вы такие хорошие любимки наши. Спасибо, ребят. Леночка совсем про вас забыл с работы. Не видать. Да, она работает, любит свою караул. Спасу нет, уже и нас бросить, не ездит. Здрасте, Катюшка, Костя, хорошего вам дня. Спасибо. О, Машке сегодня первый день на работе. Вчера была, сейчас мы ей узнаем, как она. Счастливая сейчас светится. Егор, мамка счастливая приехала с работы? Не знаю. Не знаю, говорит, пришла и упала за порог спит. Радостная. Сразу, наверное, как первый раз вышла, шампанское подарили, конфеты. Встречали на работе с салютом. Тю-тю-тю-тю-тю. Машуль на работу пришла. Шампанское, конфеты, чай в обед. Давайте, Костя, Катя, хорошо у меня взаимно, Юлечка, приветики. Так, чё, надо чаю кать? О, давайте вот это погреть, чё я грею-то. Он вкусный. Давай, давай. Добавь мне туда немножечко. Чё добавь? Доменечко, немножечко. А ты набирал это? Глянь, ничего. Всё для тебя. Раз, в это и ты, ума, на доготипе. Смотрите, ребятушка, какая у нас земляника. Да? Вот так вот. Раз, цап, царап, отсюда, вот раз, тышь, как варит. Ну, в чай добавь, наденечко. Ой, господи, как вкусно. Да, не надо, не надо уж. Ой, мама, ну. Ммм, вкуснятина, да? Я на работу смотрю, когда вижу, что вышли в эфир. Вот, ну так тебе не нравится работать? Да, потому что мы маленько вас развлекаем там на работе, по-тихому. Очень доброго вам дня и доброго начальника. Да, да. Не, был бы я начальником, мне тоже нравилось, наверное. Самым главным бы начальником. Ну, не всегда. Начальником тоже быть тяжело. А, ты знаешь, ты что начинаешь, выхожу, что ты была начальником? А, потому что тяжело начальником тоже быть. Ты зачем, что я сиди туда, где ты вообще не волокёшь, что происходит, Кать? Откуда ты знаешь, что начальником не нравится? Дело в том, что я не сказала, что мне нравится, я сказала, что тяжело. Кому тяжело? Чё тяжело? Ходить, руки за спину держать, всё, ничего они не делают. Кость, вкусняшка ты достану. Хлати мне туда чай, я хочу. Да, Кать, всё испортится. Нет, я так люблю, чтобы чай попал. Блин, мне прям неохота переводить так явно. А мне так нравится. Вот чё, специально не варишь это варенье, это, замораживаешь, чтобы тебе польза сохранилась. Я сейчас чай, всё испортится. И всё испортилось. Ну так вот, замолчи. Скороулся, аня, он спорит со мной, надоел. Всё, скандал, уже развод на пол кровати. Надо каждую ячейку почистить. Оладышки даже. Она хорошая. Никаких оладышков. Никакой муки с утра что-то начинать. Я вчера муку ела эти оладьи. Всё понесло. Всё, всё. Костя. Всё. Кость. Так, Женька зашёл в комнату, а я его спрашиваю, любишь свою работу? И в ответ, или ты нафиг. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Точно, Алекс. Это, я земляник, ребят. Земляник, вкусный-вкусный. Убейте вы его, там стоите. Ха-ха-ха. Егор говорит, убейте его, говорит. Ха-ха-ха. Ну, кого-то убить собрались. Да. Нет. У тебя ничего не съесть-то заднего. Нет. Да право какое-то. Костя, я тебя сейчас уже забил. Вчера эти сырники ела-ела, сегодня опять хочет. Вредно, мучное. Говорю, поменьше. Нет, она эти сырники мне давай, блин, и давай. Ну, хорошо, давай мне бутерброд с рыбой. Да где я тебе рыбу-то возьму? Вот, тогда давай сырник. Давай. Кок, ты тебя за клюквой пойдешь? Да. Кость, а что заняли, земляник. Так, говорим про зарплату мужа только что пришла, 34 тысячи военные. Вот и живи как хочешь с двумя детьми. Что-то совсем мало. Ой, да, 34 тысячи. Ну, давай, не увлекайся, суденька. Увлекся ты. Я подчищаю ячейки, Катя. Ммм. Да, я говорю, да. Давай. Сырники че нажарим? Давай. Ой, сырники, это оладушки. Сметанка будешь? Нет. Вот так вожу на краешек тебе. А тут че, и уголь активированный, считай сразу. Кушай, моя хорошая. Костя, вы куда не продают? Уже, мне кажется, продают. Привет, наши дорогие грибочки, хорошего вам денечка, здоровья, радости, обнимай, целую, Катю, Костя, терпи. Какой, терпи, Катя твой начальник. Нет, я с ней всегда спорю, но она главная. Я ей всегда говорил раньше, я говорю, Катя, а что это мы всегда делаем, как ты хочешь? Ну, мне это так и нравится. Катя, главное, я так, что вы пендривайся, что, просто так, для поддержания разговора. Костя, я хочу что-то просить, не жалей. Да дал бы я ей ремня. Костя, как, кстати, плов получился. А, щеплов. Кутикулы отлетят, ребята, наискуснейший. Ты не увлекайся, не увлекайся. Взяла. Молча. Смотрит, пироги эти вряд ли ей есть, подавай. Так что вот так, плов вообще обалденный. С изюмкой. Приятного аппетита. Спасибо, спасибо. Ладно, ребят, всем пока-пока. Хорошего дня, прекрасного настроения, добрых начальников, высоких зарплат. Чтоб на работу шел, с песней подпрыгивал и песню пел веселую. Я на работу и в субботу. Спасибо, пока-пока.